Здравствуйте, меня зовут Сомарев Роман Станиславович. Я доцент кафедры компьютерной системы и сети и читаю курс языки интернет-программирования. Сегодня мы рассмотрим вторую лекцию. Вторая лекция посвящена языку программирования JavaScript. В рамках этой лекции мы рассмотрим основной синтексис языка JavaScript, мы рассмотрим принципы отладки JavaScript кода, мы рассмотрим, что такое модель DOM и рассмотрим некоторые библиотеки для JavaScript. Говоря о JavaScript, следует первое, что отметить, что первая версия, выпущенная в 96-м году, она была выпущена в рамках браузера, который был популярным на тот момент, это Netscape версия 2.0. По сути, это один из первых графических браузеров, который позволял посмотреть HTML-страницы. На тот момент язык JavaScript был предназначен исключительно для того, чтобы добавить динамическое поведение внутри веб-страниц. Далее исторически выделен как диалект стандартизованного языка ECMA-262, то есть стандартизован соответствующая ассоциация European Computer Manufacturing Association или ECMA. И сейчас текущей версией является седьмая и даже восьмая версия языка JavaScript. Простейший пример страницы, содержащей JavaScript, выводится на этом слайде. Что мы можем здесь увидеть? Мы видим обычную HTML-страницу, внутри которой вставлен блок, вставлен элемент, который называется скрипт. Значит, внутри этого элемента мы видим код на языке JavaScript. То есть то, что находится за пределами элемента скрипт, написано на языке HTML. То, что находится внутри, написано на языке JavaScript. Причем вы можете здесь увидеть вот такую ссылку. Значит, это ссылка… Незапланированный переход. Значит, я тогда сделаю так. Значит, это ссылка, ничто иное, как возможность вставить в браузере строку URL и выполнить непосредственно то, что мы там написали. Java Script, двоеточие, код программы. Обратите внимание, никакую страницу я не открывал. Все, что я сделал, я добавил в URL код на JavaScript. То есть таким образом любой браузер, который принимает URL, получает возможность выполнять любую программу на JavaScript, которую вы вобьете. И таким образом браузер очень часто используется в качестве точки входа, в качестве программы, через которую можно ломать чужие сайты. Этим пользуются хакеры, в том числе и в интернет-киосках. Что мы можем сказать по языку JavaScript? Из-за особенностей JavaScript следует отметить, что, во-первых, это язык с динамической типизацией и автоматическим управлением памяти. Что такое автоматическое управление памяти? Это значит, что вам не надо заботиться об удалении каких-либо объектов, которые вы использовали при работе. А динамическая типизация означает то, что в рамках этого языка программирования вы не заботитесь о типах переменных. То есть когда вы заводите какую-либо переменную, переменная не имеет тип. Тип имеет только значение этой переменной. Для того, чтобы проще представить, здесь следует привести скорее пример из других языков программирования, что переменная здесь — это просто имя, которое ссылается на некоторый объект. Так вот, значение является объектом, у которого имеется четкий тип. Именно поэтому мы говорим о динамической типизации. Если вы работаете с переменной, переменная сама не имеет тип. Вы можете переключить эту переменную на объекты разного типа, и таким образом, когда вы обращаетесь первый раз к переменной, она может быть с типом число, в другой раз она может быть с типом, к примеру, массив или строка. На самом деле, такие преобразования надо не допускать, чтобы они возникали, но тем не менее, с точки зрения модели языка это возможно. Язык является объектно-ориентированным. Первоначальная область применения — это, естественно, веб, потому что он был создан в рамках браузера Netscape. Netscape-навигатор. Сейчас он уже используется как на серверах, так и на клиентах. В связи с тем, что появилось соответствующее средство, которое называется Node.js. Node.js — это, говоря жаргоном, это движок, который позволяет выполнять JavaScript на серверах. И при помощи, опять же, подобного же движка вы можете, в принципе, писать любые скрипты, которые обеспечивают администрирование систем, например, в целом. То есть не только то, что относится к вебу, не только то, что относится к веб-приложениям, но любые другие расчетные скрипты. Хотя, опять же, в первую очередь это веб-приложения и в первую очередь это клиентское программирование. Естественно, этот язык используется в том числе и в браузерах для того, чтобы писать на нем расширение. И на движке Chrome появилась масса производных продуктов, например, оболочка электрон, редактор атом и прочее. То, где вы можете писать на JavaScript логику настольных программных продуктов. Как подключить в HTML JavaScript? Ну, простейший пример представлен на данном слайде. То есть то место, куда вы хотите вставить JavaScript, вы просто пишете элемент скрипт, вы указываете тип текст JavaScript и пишете код на JavaScript. Чем такой вариант плох? Такой вариант плох тем, что у вас перемешано выполнение и разметка. Значит, перемешан текст разметки HTML, перемешан код. Недостаток, сложность дальнейшего сопровождения. То есть на данном примере все элементарно. Если вы пишете сложное веб-приложение, у вас код может быть размазан среди прочего текста и вам просто банально его сложно найти, сложно отлаживать. Как браузер выполняет код на JavaScript? Браузер последовательно загружает любую страницу, которая в него пришла. Значит, браузер последовательно обрабатывает все то, что написано внутри элементов. Если он находит запись элемент скрипт, то код программы скрипт будет выполнен сразу же, как только будет закрыт элемент скрипт. То есть браузер еще, может быть, не дошел до конца страницы, а код скрипта уже будет выполняться. То есть именно на этом принципе здесь основан вывод. Обратите внимание, document write. Document — это документ, в котором мы работаем, согласно модели DOM. Write — это вывод в текущее место этого документа. Итак, рассмотрим выполнение данной программы, данного скрипта в браузере. Например, браузер Vivaldi. Браузер Vivaldi построен на движке Chrome. Мы можем открыть средства разработки. Мы можем увидеть текст программы. Текст программы... Вообще-то текст всей страницы, естественно, не соответствует тому, что у нас отобразилось на экране. Мы можем поставить точку основного внутри цикла, который находится внутри блока скрипт. И мы можем перезапустить программу, тем самым активировав браузер на выполнение программы на JavaScript. Что мы здесь видим? Теперь мы можем пошагово выполнять строчки. И вы видите, как только мы пересекаем строчку document write, строчка появляется слева. То есть страница формируется динамически по мере выполнения кода на языке JavaScript. И мы можем запустить на выполнение до конца. Снять точку останова и запустить. То есть слева мы получили результат выполнения, справа код программы и возможность отлаживать. Да, этот код доступен всем. Код программы на JavaScript никогда не скрывается, его нельзя скрыть. Есть возможность, как я не делаю, программа не выполняется, а вы не знаете, в HTML только в HTML-коде в HTML-коде в HTML-коде в HTML-коде? Нет. Значит, принципиально этот код доступен браузеру. Для того, чтобы выполнить код на JavaScript, он должен быть доступен браузеру. То есть вариантов здесь нет. Значит, второй вариант подключения программы на JavaScript. Он чуть лучше, чем предыдущий вариант. Чуть лучше тем, что здесь разделена логика. Логика представлена во внешнем файле. То есть вся логика, все методы, которые мы пишем на JavaScript, могут быть вынесены отдельно. Значит, в этом случае, по крайней мере, с точки зрения администрирования программы, это сильно упрощает работу с программой. Но тот самый недостаток, что у нас перемешан код и разметка, здесь все равно сохраняется. Потому что активация функции, которая здесь перечислена, все равно происходит внутри разметки HTML. По особенностям синтаксиса, что можно отметить? В базовых версиях языка JavaScript использовалась 7-битная ASCII кодировка. То есть вы могли идентификаторы писать только латинскими символами, а внутри комментариев, внутри строк вы могли использовать Unicode. Сейчас, начиная с ECMAScript 3, а вообще-то текущая версия уже 7-я, мы можем использовать Unicode везде. То есть вы можете писать идентификаторы русскими буквами, но я предостерегаю вас это делать, потому что проблема заключается в том, что если вы разрабатываете в интернациональных командах, то в этом случае иностранцы должны каким-то образом понимать, что вы имели в виду. Значит, если вы пишете русскими буквами название идентификаторов, название функций, то в этом случае понять вас смогут только носители русского языка. Значит, из других особенностей синтаксиса. Язык чувствителен к регистру. Несмотря на то, что называется он JavaScript, он к языку Java имеет меньшее отношение, чем скорее к C, с точки зрения стиля написания. Табуляция перевода строк здесь игнорируется. То есть разделителем простых операторов является символ точка запятой. Он является опциональным. Но по большому счету, хоть он и является опциональным, он рекомендован к использованию стилем программирования. Пример в стиле программирования вы можете прочитать на W3School. То есть это один из стилей программирования, который предписывается для использования для JavaScript. Пример неоднозначности представлен в нижней части слайда. То есть если мы пишем присвоение двум переменам каких-либо значений через точки запятой, это абсолютно равнозначно, что мы не используем точки запятой. Но опасность возникает в этом случае. Например, мы используем слово «возврат управления из функции», то есть return, и после него написали, что мы хотим возвратить. Так вот, в этом случае это выражение будет интерпретировано как два различных выражения. То есть return точка запятой и true точка запятой. То есть на самом деле функция вернет управление, но она не вернет никакого значения, потому что true в качестве возвращаемого значения оказалось после того, как мы вернули управление. Значит, это тот самый случай, когда это создает определенную неоднозначность. Именно поэтому рекомендуется не разрывать просто так строки и всегда заканчивать точкой запятой логическую строку. Потому что в этом случае легко заметить, что потенциально здесь есть ошибка. Комментарии сиподобные, то есть однострочные, многострочные. Два слыша – это однострочные, слэш, звездочка, звездочка, слэш – это многострочный комментарий. Литералы сиподобные, то есть литералы – это что такое? Это запись значения, которая встречается в тексте программы. То есть литералы числовые, литералы строковые, причем есть два варианта строковых литералов – двойные или одинарные кавычки, разницы между ними нет. Логические – true или false, регулярное выражение, косые черточки. Отсутствие объекта означает просто null. И, кроме того, у нас есть литералы для инициализации объекта и литералы – массивы. Коротко рассмотрим каждый из этих типов. Числа. По большому счету этот язык мало чем отличается, например, от C. И в этом смысле здесь также есть вещественное число с внутренним представлением 64 бита. Это задано стандартом IEEE в версии 754. Значит, диапазоны для целых вы можете видеть здесь. Для вещественных – в соответствии с данным стандартом. Кроме того, вы можете указывать числа 16-ти ричные, например, через 0x и 16-ти ричное число. Вы можете с появлением 6-го джава-скрипта писать двоичные числа, либо восьмиричные числа, то есть 0o или 0b. Строка – это последовательность из нуля или более Unicode символов, которая заключается в одинарные или двойные кавычки. Без разницы. Строка может содержать определенный эскейп последовательности и символы, которые кодируются Unicode. То есть, slash x – код Unicode. Пример строкового литерала – это строка равно какой-то текст. В этот момент у нас формируется строка, и переменная str получает ссылку на этот строковый объект. Среди строковых операций, ну, что важно? Естественно, важна операция склейки. Операция склейки – это просто плюс. Значит, если вы делаете строка плюс другая строка, вы получаете строку, которая является результатом склейки. Вы можете выделить подстроку, то есть substring. Например, начиная со второго символа, выделить пять символов. Либо получить индекс конкретного символа в этой строке, то есть объект str.indexOfSymbol. Существует масса полезных строковых функций. Здесь я рассматриваю только основные, остальные рекомендую посмотреть в официальной документации. Кроме того, здесь следует отметить, что каждый год идут поправки, и, в общем-то, время от времени эти функции расширяются. То есть, если вы работаете в этой области, то вам надо смотреть документацию, смотреть, что меняется каждый год. Ну, естественно, полезные функции char add, то есть определить, какой символ находится в позиции, найти последний индекс под строки, перевести все в нижний регистр, в верхний регистр, разбить сплит, просто разбивка строки. Допустим, вы хотите ввести что-то, набор строк, разделенных, какие-то слова, разделенные пробелом, и вы хотите получить эти слова отдельно. При помощи сплита вы можете получить просто массив по указанному разделителю. Например, по пробелу, по знаку припинания, по любому другому символу, который вы хотите. В ECMAScript 6 появились дополнительные функции. И надо сказать, что говоря о JavaScript, у него есть два очень больших периода. Это период до ECMAScript 6 и период ECMAScript 6 и дальше. Начиная с периода появления ECMAScript 6, произошло очень много изменений. То есть JavaScript в этом стандарте приобрел очень много функций, которые сильно мешали разработчикам на JavaScript до этой версии. И надо сказать, что с этой версией, в общем-то, надо уже задумываться о том, следует ли использовать JavaScript не только для клиентского программирования, но и для полноценного серверного. То есть после этого произошел в какой-то степени синхронизированный взлет Node.js и, соответственно, популярность JavaScript программирования на серверной платформе. Из строковых функций, которые появились в ECMAScript 6, надо выделить следующее. Это возможность писать шаблон. То есть шаблон достаточно типичен для прочих языков программирования, JavaScript не поддерживал. Сейчас появилась возможность в обратных апострофах написать вставки выражений, которые вставляются, либо вычисляются по месту. То есть это сильно упростило компоновку строк и формирование той строки, которую мы хотим сделать. И появились многострочные строки. То есть возможность указать апостроф обратный как начинающую строку, содержащую множество строк и в конце еще один апостроф. То есть переводы строк, отступ и все это фиксируется. Также появилась масса других полезных строковых функций. Например, найти мне, проверить, начинается ли строка с данного выражения, заканчивается ли, включает ли, включает ли указанное количество раз и так далее. То есть в ECMAScript 6 очень много изменений. Как преобразовывать числа в строку? Ну, надо сказать, что у нас в языке JavaScript есть неявные преобразования. Значит, если у нас есть переменная n равно 10, то есть n содержит число, мы можем сложить с ней строку, в итоге мы получим строку. Явный вариант преобразования – это использовать метод, который называется toString. То есть для числа мы вызываем toString и получаем явно строку. Мы можем преобразовать число в строке с указанием, например, toFixit. То есть если у нас было число с плавающей точкой, мы говорим toFixit 0, это означает, что нас интересует только целая часть. toFixit 2 означает, что нас интересует только два значения после запятой. Если мы говорим exponential 1, то мы получим одну цифру после запятой в Монтисе. Экспонента 3, ну, три цифры. 4, toPrecision 4. Что это означает? Это означает, что у нас должно быть всего 4 цифры. А если мы указываем toPrecision 7, у нас все вместилось вот такое обозначение. Здесь e плюс 5 означает, что нам надо умножить на 10 в пятой степени. Довольно типичная, опять же, не только JavaScript, а для всех языков программирования запись вещественных чисел. Преобразование строки в число – процесс обратный. Здесь есть некоторые неприятности. Дело все в том, что у нас есть неявное преобразование, как из числа в строку, так и из строки в число. Неприятность заключается в следующем. Возьмем простой пример. n равно 12 умножить на 2. 12 и 2 заданы как строки. Если мы выполним операцию умножения, мы получим результат перемножения. Но если мы напишем очень похожую операцию 12 плюс 2, мы получим 122. Почему мы получаем такое значение? Мы получаем такое значение, потому что операция плюс – это операция склейки двух строк. То есть, несмотря на то, что в операции умножения будет неявно выполнено преобразование из строки в число, то в этом случае неявного преобразования не происходит, результат остается строкой. То есть здесь надо быть предельно осторожными. Для того, чтобы избежать таких проблем, есть соответствующие функции. Например, number, parseIn, parseFloat. Вы можете указать, что вы хотите преобразовать из строки в число. И более того, вы можете указать, каким образом преобразовать. Например, здесь JavaScript может сам догадаться, что это 16-тиличное число, но, например, 11, он не может догадаться, что это за число, потому что оно может быть в любой системе исчисления. Значит, мы можем указать, что это двоичное число или что это 16-тиличная система исчисления. Да и вообще-то мы можем указать различные системы исчисления, которые нам нужны. поддерживается достаточно большое количество систем исчисления для перевода. Если мы хотим создать функции, то для этого есть ключевое слово, которое называется function. Функцию мы можем создать двумя способами. Первый способ — это явно function, имя функции и аргументы, которые мы хотим. Синтаксис, c подобный, то есть фигурная скобка означает блок. Обратите внимание на то, что типа нет. То есть функция выполняет сложение, но сложение чего непонятно. Сложение чего будет понятно только тогда, когда появятся конкретные аргументы с конкретными значениями. Соответственно, если эти значения числа, значит, вы получите числовое сложение. Если у нас хоть одно из них, хоть одно из этих значений — это строка, то в этом случае вы получите на выходе строку. Никакой проверки явной нет. Функции, в принципе, все равно, что принимать на вход, лишь бы вы ей передали два аргумента. Второй способ — это так называемый функциональный литерал. То есть в целом итог для программиста будет точно таким же. То есть сам функция суммирования, она будет также доступна, с точки зрения вызова, она будет абсолютно эквивалентна первому случаю. Но создаем мы ее здесь как функциональный литерал, то есть вызываем фанкшн с аргументами, у которого есть блок. То есть чем хорош вот такой вариант? Он хорош тем, что мы в этом случае можем создать новое свойство, которому присваиваем объект функциональный литерал. В первом случае мы можем задекларировать конкретные фиксированные функции, во втором случае мы можем добавить динамические свойства. И мы плавно переходим к объектам. Что такое объект для JavaScript? Объект — это коллекция именованных значений или по-другому свойств. Почему они именованы? Ну, потому что, когда мы говорим об объекте, у него есть свойства, у каждого из которых есть имя. Для того, чтобы создать объект в JavaScript, мы можем просто воспользоваться вызовом new object. Мы создаем объект, объект, который пустой. Чем не традиционен JavaScript? У него есть объекты, традиционно у него всегда были объекты, но у него до появления JavaScript 6-го не было понятия класса. То есть объекты есть, классов нет. Об этом мы сейчас поговорим. Что такое коллекция именованных свойств все-таки? Значит, если мы создали какой-то объект, обратите внимание, с точки зрения синтаксиса, мы можем динамически добавить любые свойства. То есть объект изначально пустой, объект point был пуст, и мы назначаем свойство x со значением 2,3 и свойство y со значением 1,2. То есть после того, как мы выполнили эти присвоения, мы создали объект, у которого есть ровно два свойства. Далее мы можем к ним обратиться, во-первых, по имени, во-вторых, в форме ассоциативного массива. То есть квадратные скобки – это обращение к индексу массива, поскольку мы обращаемся к строке, то этот индекс воспринимается как ассоциативный массив. Значит, далее, как мы можем еще создать объекты? Мы можем воспользоваться литералом. Литерал – запись в коде. Мы можем объект задать в виде фигурных скобок свойства, двоеточие значения, свойства, двоеточие значения. Результат будет абсолютно эквивалентен вот этой записи, но отличается он тем, что он гораздо короче. И более того, поскольку у нас язык динамический, у нас нет ограничения на назначение тех свойств, которые у нас есть, мы можем даже сделать свойства, которые сами являются объектами. То есть объект, содержащий вложенные объекты. Объект прямоугольник, у которого верхний угол задан двумя координатами, и нижний правый угол задан двумя другими координатами. То есть никак мы не ограничены созданием свойств, и что конкретно там может находиться, чем как раз хороший язык JavaScript. То есть типизация динамическая, у нас есть какая-либо переменная или есть свойство, она ссылается на объект. Объектом может быть что угодно. Массивы. В отличие от объектов, это коллекция нумерованных значений. То есть массивы могут хранить объекты абсолютно любого типа, но самое главное здесь, что должен быть четкий индекс. То есть мы обращаемся по фиксированному индексу. Нумерация, так же как и в языке C, C++ и в Java, нумерация с нуля. Создать массив мы можем разными способами. То есть первый способ создали переменную, ссылающуюся на массив, она не содержит никаких элементов. Далее последовательно наполняем по индексу. Мы можем создать вот в такой форме. Создать массив и перечислить те значения, которые мы хотим поместить в соответствующие позиции. Обратите внимание, в позициях находятся значения разных типов. То есть число, строка, буллин и объект. То есть массив может себя хранить любые другие объекты. Именно поэтому он называется коллекцией нумерованных значений. Все равно каких. Мы можем создать массив на нужное количество ячеек, но никак не заполненные. И мы можем в форме литерала, например, задать массив с квадратными скобками. То есть эти записи эквивалентны. Но какую конкретно использовать запись, вы выбираете так, чтобы код удобно читался. То есть, в общем-то, все исходит из того, что вы делаете. Код должен быть всегда хорошо читаем. И, соответственно, для минимизации ошибок восприятия кода вы выбираете ту форму, которая вам нужна. Далее вы можете даже использовать многомерные массивы. Ну, поскольку объектом в элементе массива может быть что угодно, вы можете вставить другой массив. Но JavaScript за вас не будет вычислять и не будет контролировать равенство размерности по разным координатам. То есть, многомерный-то он многомерный, но он никак не проверит, что, например, по второй координате вы вставили 4 элемента или 6 элементов, а вам нужно везде сделать матрицу 3 на 3. Значит, это полностью под ответственность программиста. И более того, вы можете даже сделать вычисляемые значения, то есть массив, например, у которого элементы вычисляются в зависимости от того, что было до этого. То есть это как раз отличает его, например, JavaScript отличает от языка C. Потому что в C подобную конструкцию вы сделать не сможете. Вы не можете создать массив в форме литерала, у которого подставляется значение в зависимости от какой-то переменной, вычисленной в этой программе. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Следующий очень важный момент – это области видимости переменных. Переменную вы можете создать просто присвоив какой-то переменной какое-то значение. Но здесь есть ключевое слово var. То есть var – это variable, это переменная. Зачем она нужна? Значит, нужна она для того, чтобы отсечь видимость переменных. Дело все в том, что когда мы определяем какую-либо переменную, как только мы определили var, мы задекларировали… Так, не совсем правильно говорю. Значит, когда мы определяем видимость, мы, во-первых, можем висать любую переменную, и у нас переменные становятся видимыми внутри функции везде, независимо от того, когда мы ее присвоили. Но до того момента, как мы сделали какое-либо присвоение, будет понятие undefined. Будет значение undefined. Значит, если мы выполняем эту программу, у нас переменная i инициализируется в самом начале. Мы можем определить тип переменной, которая у нас пришла сверху. Type of – это определение типа. Далее. Внутри мы определяем еще одну переменную. Обратите внимание, здесь есть внутри цикла переменная k. Так вот, эта переменная k, она будет видна везде. Она будет видна в том числе за пределами цикла. То есть здесь есть некоторая неоднозначность. Если мы вспомним, например, c или java, то там циклы подобного вида говорят однозначно, что переменная, которая объявлена внутри цикла, будет видна только внутри этого цикла. Здесь же видимость переменной определяется во всей функции. То есть здесь у нас переменная еще будет, и она будет иметь вполне конкретные значения. А вот здесь вот j, обратите внимание, она была определена под условием. То есть она есть, она существует как переменная, потому что она определена внутри этой функции, function называется, функция test. Значит, поскольку декларация была, она здесь есть, но ее значение зависит от того, вошли ли мы в блок условия. Если мы сюда не зашли, то ее значение будет undefined. Значит, как сделать более конкретную видимость? Да, и то, что касается видимости переменных. Есть такое понятие, как замыкание. Значит, конкретно в этом примере у нас есть функция, внутри которой объявлена другая функция. То есть функция умножения, которая зависит от двух переменных. Одна переменная поставляется в качестве аргумента, вот она, а вторая переменная отсутствует в качестве аргумента. Откуда она берется? Она берется из того пространства, где она объявлена. То есть функция внутри другой функции, внутри этой функции у нас есть переменная i. Так вот, тонкость здесь заключается в том, что на выполнение конкретных значений будет поставлено только в тот момент, когда мы находимся внутри области, где i объявлена. Мы доходим до цикла, мы начинаем вызывать функцию, вызов имя со скобками, мы подставляем значение, которое нам нужно, которое мы сейчас используем. То есть мы вычисляем факториал, факториал. Очевидно, что самый простой способ это накапливать произведение и сохранять это значение во временную переменную. Факториал это и есть временная переменная. Соответственно, передаем в качестве второго аргумента, а i у нас будет подставляться в зависимости от того, чему она была равна в момент вызова. Ну и дальше уже подставляем печать тех строк для тех факториалов, которые были вычислены. То есть здесь есть определенная неоднозначность, и в ECMAScript 6 проблемы с видимостью переменных внутри циклов, они были ликвидированы при помощи ключевого слова let. То есть let, в отличие от variable, variable это объявление переменной вообще, а let позволяет ограничить область видимости этой переменной конкретным блоком. Конкретно по этому примеру следует проиллюстрировать. То есть этот пример попытаемся воспользоваться отладчиком внутри Firefox и поставлю точку останова, если получится, внутри функции. Так, значит, здесь опять идет некоторая проблема. Хорошо. Значит, я воспользуюсь тогда другим браузером. Открою этот пример здесь. Значит, нам опять понадобится средство разработки, нам понадобится отладчик. Ставим точку останова на функции mall. Undefined. Я не уверен, что я попал туда, куда надо. Да, я попал не туда. Я попал не туда, потому что я точку останова поставил, видимо, вот сюда. Значит, первый пропускаем. А второй раз мы остановились там, где надо. То есть обратите внимание, мы остановились внутри этой функции. Если мы дальше будем по шагам двигаться, ну, во-первых, слева формируется результат. Во-вторых, на каждом шаге у нас вычисляется новое значение. Вот опять у нас идет вызов функции. Подставляем значение i. Факториал у нас вычисленный 1. Идем дальше. Факториал напечатливает значение 2. 2. Опять мы остановились внутри этой функции. Текущее значение i. 3. Вычислили новый факториал. Получили 6. Распечатали. Идем к следующему значению. Текущее значение 6. i. 4. И так далее. Запустим на выполнение. Нас это уже больше не интересует. И вот получили распечатку. А alert screen, это мы получили распечатку объекта screen. Далее. Переменные, по сути, могут быть глобальными, могут быть локальными, но разница здесь заключается в том, как конкретно мы используем слово var, то есть variable. Если мы объявляем переменную на самом верхнем уровне, то независимо от того, указали мы var или не указали, она будет глобальной, она будет видна везде. То есть основная идея видимости переменных заключается в том, что если вы объявили какую-либо переменную на верхнем уровне, она автоматически видна во всех функциях, во всех выложенных функциях, которые находятся в этом пространстве. То есть объявляем функцию, внутри нее всегда видны переменные, которые были объявлены сверху. Объявили еще одну функцию внутри, по предыдущему слайду как раз-таки это и был тот самый пример, когда внутри функции объявлены внутри другой функции, мы видим переменную, которая есть сверху. Так вот, отсюда возникают следующие неприятности. Если мы заходим в какую-то функцию, функция в нашем случае называется f, и обратите внимание, активация ее после декларации. То есть программа выполняется последовательно, но сама декларация функции, естественно, это еще не выполнение этой функции. У нас после того, как мы ее активировали, alert, это выдача сообщения на экран, мы выводим значение этой переменной, после чего присваиваем значение локальное, строку локальное. Выводим еще раз. Выходим из функции и выводим значение scope. Так вот, в этом случае мы получим переопределенное значение, потому что scope внутри функции это scope, объявленный снаружи. То есть переменная глобальная, она видна везде, и, соответственно, любые изменения с этой переменной, они приведут к тому, что эта переменная будет изменена. Если мы хотим изолировать область видимости переменной, значит, в этом случае нам надо воспользоваться словом var. Код этой программы отличается только тем, что мы добавили служебное слово var, то есть variable, внутри функции. Значит, в этом случае, как только JavaScript обнаруживает, что у нас есть новая переменная var внутри функции, она становится локальной, она будет полностью переопределена и развязана от внешней функции. То есть внешние изменения очень несущие установлены, если мы запустим эту программное выполнение, то первый alert нам выдаст undefined. Почему undefined? Да потому что мы зашли внутрь функции, внутри которой объявлена своя переменная, и значение этой переменной еще не выставлено, поэтому она будет undefined. После этого мы определили значение, естественно, alert для этой функции, для этой переменной у нас покажет переопределенные значения. Но как только мы вышли из нее, мы получаем опять видимость внешней переменной. То есть и таким образом мы можем регулировать, локальная ли у нас переменная или глобальная. Вы добавляете к переменной слово var, и она у нас становится всегда локальной. В общем-то это отсюда следствие, что если вы не хотите получить пересечения с какими-либо переменными сверху, всегда пишите переменные с ключевым словом var. Операторы сравнения. В целом они такие же, как в языке, например, c, но за исключением того, что появились неравенства с учетом типа. То есть поскольку в языке JavaScript у нас широко используется неявное преобразование типа, например, строка, вот вы здесь можете видеть. У нас была переменная x, которой присвоили числовое значение 5, и дальше начинаем проверять. Если мы проверяем достаточно классическим вариантом на равенство 5 или 8 числа, ну мы получим true или false. А вот если вы хотите проверить, не является ли 5 строкой, мы можем сделать вот так. Обратите внимание, мы проверяем на равенство с проверкой типа. То есть первого на первого будет проверен тип, и тип не равен. И именно поэтому мы получим в случае этой проверки с тремя знаками равно значение false. Это называется тождественное равенство. Если же вас не интересует тип, то используйте просто двойное равенство. Но в данном случае разницу вы видите. То есть проверка со строкой даст false, проверка с числом, поскольку мы объявили число, нам даст true. Ну и, соответственно, проверка на то, что оно не является строкой 5, выдаст нам true, потому что тип не соответствует. Но другие способы сравнения на меньше, больше, меньше равно, больше равно, это все традиционно для языков программирования типа C, Java и прочее. Ветвление, опять же, C-подобное. То есть простейший вариант это использование конструкции if-else. То есть если выполнены условия, то выполнить блок такой-то, в противном случае выполнить блок такой-то. Тетрадный оператор, ну или однострочная запись. Если условие истинно, выполнить значение 1, получить значение 1. Иначе значение 2. Здесь могут быть подставлены не просто значения, а выражения. Ну и, естественно, есть конструкция switch и case, полностью C-подобные. Значит, переключить в зависимости от значения на значение первое, второе, или in-default это значение по умолчанию. И каждая ветвь должна завершаться break. В противном случае управление будет распространяться дальше. Циклы традиционные для C, для джао, for, while, do. То есть объявляем переменную или используем какую-то внешнюю, инициализируем начальное значение, условия после действия. Например, инкремент. Выполнять пока условие истина, выполнять пока не наступит истинность условия. И два не совсем традиционных цикла. Это for в короткой форме. Обратите внимание, person это объект, у которого есть два свойства. fname, lname. Ну, то есть firstname, lastname, имя, фамилия и age. Если мы напишем вот такой цикл for x in person, то в этом случае мы пробежимся по всем значениям. То есть мы получим fname, lname, age. Значит, конструкция, которая здесь написана, мы обращаемся по индексу, и в данном случае значением этого индекса является имя свойства. То есть обратите внимание, это здесь есть такая особенность. Это отличает нас от цикла for переменная of что-то. То есть в этом случае переменная in в чем-то, взять свойства из какого-либо объекта, а во втором случае взять все элементики. То есть пробежаться, например, по всем элементам массива. Все ли здесь ясно? Консоль. Да, консоль. У любого браузера есть консоль. Консоль это отладочное средство. Я чуть позже покажу, как она выглядит. Так, еще вопрос. Да. Никакой. Нет, если вам нужно сохранить что-то, то вы делаете объект. И, в общем-то, классическая схема объектно-ориентированного программирования, она заключается в том, что объект в себе сосредотачивает все свое состояние и наружу он выдает только через методы. То есть вы можете сделать просто объект, внутри которого что-то есть. Не просто локальная переменная, а это соответствующий объект, у которого есть состояние. И методы, которые позволяют получить это состояние. Ну, локальная переменная функции, понимаете, если вы ее не присвоили как свойство к чему-либо, вы ее потеряете. Вы вышли из функции, она потерялась. Поэтому вам надо как-то сохранить. И вот один из вариантов это сохранить в свойстве какого-то объекта. Мы чуть позже перейдем к этой части. Какие средства отладки у нас в JavaScript есть? Ну, из средств отладки, например, вывод alert. То есть на экран выдать какое-то окно. Естественно, это чисто отладочное средство, и такими сообщениями пользователей конечных вы не можете раздражать. То есть если вы выпустите программу, которая финальному пользователю выдает сообщение на экран, то, скорее всего, он прекратит пользоваться вашей программой. Второй вариант – это вывод консоль. У любого браузера есть консоль. Сейчас я ее покажу. Кроме того, вы можете пользоваться отладкой, пошаговой отладкой в браузерах. Например, Firefox, например, Chrome и производные во всех них встроены соответствующие отладчики. Как выглядит отладчик? Отладчик для Chrome и для всех производных браузеров выглядит вот таким образом. Допустим, откроем программу, которую хотим отладить. То, что вы видите на экране – это сообщение, которое выдается через alert. Вот они. Но также вы видите здесь запись консоль. Так вот, запись консоль. У любого браузера есть раздел консоль. Вот то, что выводится в программе как консоль, как раз и отображается здесь. Перезапущу программу. Точка останова стоит. Смотрим. Консоль пуста. Выполняем одну строчку, переключаемся в консоль. Появилась запись. Причем, более того, в консоли вы можете переключать уровень. То есть, отладочное, предупреждение, информационное или ошибка. И, соответственно, вы можете выбирать нужный вам метод, когда вы указываете его здесь. Все ли здесь ясно? Абсолютно эквивалентная схема есть в Firefox. Но с Firefox мне сейчас почему-то не удалось получить устойчивый результат. Значит, открою ту же программу и постараюсь посмотреть. Более того, обратите внимание, вот такая есть галочка, которая позволяет отключить вообще выдачу сообщения alert. Консоль работает. Отладчик. Отладчик. Сейчас проверим. Точки остановок у нас здесь не работают. С чем связаны, к сожалению, я сейчас ответить не могу. Итак, следующий раздел. Это классы. Классы в кавычках здесь по очень простой причине. До появления ECMAScript 6 классов в JavaScript не было. То есть, была возможность создать объект, но эти объекты не имели понятия класс. То есть, создание какого-либо объекта мы можем инициализировать, например, следующим образом. Создаем функцию rectangle. Функция rectangle у нас принимает два аргумента на вход. И внутри этой функции мы говорим для текущего объекта добавить свойства ширина-высота, то есть вид и height, которым присвоят текущее значение. Итогом вызова, причем вызов здесь немного отличается. Обратите внимание, мы эту функцию вызываем не как обычную функцию, а через new имя функции. У нас создается объект. Если мы вызовем два раза new имя функции, мы создадим два объекта. Более того, язык динамический. Мы можем добавить новые свойства. То есть, у нас есть объект, мы добавляем, например, метод area. Обратите внимание, функциональный литерал, который нам определяет функцию вычисления площади. Но проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что мы добавили только одно свойство, функциональный литерал, то есть метод, который вычисляет площадь, ровно для одного объекта, для rect1. Rect2 ничего не знает об этом методе. Как улучшить? Ну, вариант первый. Мы можем вставить создание функционального литерала внутри этой функции. То есть, тогда у нас создание объекта выглядит, как будто мы создаем объект с уже предопределенным набором функций. В чем проблема здесь? Area — это свойство. Язык динамический. То есть, где угодно можно переопределить ровно таким же способом, как мы это делали вот здесь. То есть, написать объект.area, написать что угодно другое. И объект получит другую реализацию этого метода. И можно даже удалить его, написать там вместо вот такой строки, например, area число. И мы потеряем этот метод вообще. Будем иметь некое свойство, которое ссылается на объект типа число. Что делать? Один из вариантов — это воспользоваться механизмом прототипов. То есть, прототипы, по сути, это некий аналог классов. То есть, когда мы создаем какой-либо объект, у него есть прототип, по которому мы его создали. Прототип доступен через свойство, которое называется prototype, к которому мы обращаемся через имя того метода, через который мы создаем эти объекты. То есть, в явном виде здесь классов нет, но мы можем создать соответствующую функцию, к имени которой мы можем обратиться и обратиться к прототипу, и к этому прототипу присоединить динамические методы. То есть, в этом случае у нас получается некий аналог классов. У нас появляется возможность для всего прототипа, то есть, для всех объектов, сделать жесткую декларацию каких-то переменных. У нас есть возможность указать в том числе свойства для класса, то есть, возможность дальше обращаться к ним через имя вот этой функции, которую у нас создают объекты. И в том числе мы можем сделать аналог статических методов для C++, плюс, например, то есть, если мы присоединяем свойства к имени функции, то это свойство может иметь либо значение какое-то, как константа, либо, например, функциональный литерал. И в этом случае мы присоединяем функцию, естественно, динамической. Соответственно, если мы запускаем создание этих объектов, то есть new имя этой функции, то они выглядят абсолютно как объекты какого-либо класса. То есть механизм, в принципе, не имеет в чистом виде классов, но через прототип мы определяем, в общем-то, то же самое, что и класс. Ну и также точно этот объект выглядит как объект какого-то класса. Мы можем вызывать его методы, мы можем вызывать константы в рамках вот этого пространства имен, мы можем создавать новые объекты, вычислять, например, там максимум среди площадей этих объектов. В ECMAScript 6 появились расширения. Прежде всего, они касаются классов. То есть о строках я уже сказал, но здесь вообще-то много расширений. То есть появились константы в чистом виде слова const, появилась возможность использовать вот такую функциональную запись, то есть об этом мы будем говорить чуть позже в рамках Ruby. Появилась возможность использовать лямбда выражения. Ну, собственно, здесь они и представлены. У нас появилась возможность указать значение по умолчанию. То есть то, чего не было раньше, мы не могли указать какого типа, и программистам не всегда было понятно, что конкретно передается внутри функции. Сейчас появилась возможность задать значение по умолчанию. Появились классы. На самом деле эти классы, они реализованы на механизме прототипов. Более того, в шестом ECMAScript есть механизм конвертации в стандартную схему прототипов. То есть было это сделано для совместимости. Ну и появились вот эти шаблоны строк. То есть строк говоря, вот после появления таких расширений, этот язык стал намного более привлекательным, чем он был до этого. И, в общем-то, серьезно заговорили о том, чтобы использовать JavaScript как единственный язык в веб-разработке для написания скриптов как со стороны клиента, так и со стороны сервера. Сейчас это пока еще не произошло и не произошло по очень простой причине. Слишком быстро развивается. Поскольку каждый год это новые революции, причем новые революции как со стороны клиента, так и со стороны сервера, то пока мы не можем прогнозировать, какие технологии, например, будут живы через 5 или через 10 лет в области JavaScript. Но тем не менее, тем не менее уже можно его использовать. Следующий большой раздел — это DOM-модель. Что такое DOM? Это Document Object Model. И Document Object Model — это модель представления документа, с которой мы работаем внутри браузера. Нам нужна эта модель для того, чтобы мы могли из языка JavaScript управлять документом. То есть для чего мы рассматриваем этот язык в рамках нашего курса? Для того, чтобы управлять HTML-страницей. Естественно, поскольку этот язык имеет прямое отношение к вебу, вебом и управлением вебом занимается консорциум W3C, спецификация на Document Object Model выпущена консорциумом W3C. Есть несколько уровней. Что такое уровни? Это, по сути, стандарты, разнесенные во времени. Каждый следующий стандарт дополняет и расширяет требования предыдущего. Поэтому мы можем, строго говоря, писать на спецификациях до Document Object Model от W3C. Мы можем использовать спецификацию уровня 1, уровня 2 или уровень 3. Все современные браузеры поддерживают уже до уровня 3. То есть вы не ограничены в этом смысле в выборе объектной модели. Простейшее Document Object Model — это то, что представлено на данном слайде. Она заимствована из книги Фленнегана, издательства Symbol+. Это одна из простых, но относительно фундаментальных книг по JavaScript. Что она собой представляет? Если мы хотим управлять страницей, нам нужно иметь соответствующие свойства, которые позволяют манипулировать элементами этой страницы. Значит, у нас есть текущее окно. От этого окна у нас есть свойства, например, Window, Screen, Navigator, Location, History, Document, Frames. И здесь вы можете видеть, что вообще-то это не что иное, как основные свойства, в общем-то, параллельные тем действиям, которые вы можете совершать в браузере. То есть, например, History — это массив тех ссылок, которые вы посетили до этого. Window — это текущее окно. Document — это разобранный документ. То есть то представление документа, которое сейчас у нас хранится в памяти браузера. Ну, фреймы — это возможность представления нескольких окон в рамках одного окна браузера. В общем-то, все остальное, то, что здесь перечислено, — это компоненты Document. Ну и доходим до элементов, то есть до представления разметки. То есть основная модель Document Object Model — дать возможность вам манипулировать структурой всего документа. Любой HTML-документ, который загружается в браузер, разбирается на элементы. То есть в этом случае мы говорим о дереве элементов. Допустим, у нас есть вот такой документ, у которого есть заголовок, и заголовок, который отображается в заголовке браузера, и тело с заголовком глава 1 и параграфом. С точки зрения внутреннего представления разбирается вот такую структуру. То есть на верхнем уровне документ, документ согласно терминологии XML-HTML, это самый верхний элемент, то есть HTML. Внутри HTML у нас есть два следующих элемента — head-body, то есть head-body. Каждый из них содержит соответствующие элементы, но в случае head — это title, текст, отдельные узлы. То есть они будут представлены разными узлами. В случае body мы видим чуть более сложную структуру. Значит, разбивка у нас, расшивка по элементу параграф. Почему она произошла? Она произошла потому, что у нас здесь есть элемент span, который разрезал значение этого параграфа. Так, к слову сказать, здесь не есть неточность отсутствия закрывающего элемента p. Значит, что произошло? Произошло то, что у нас есть первая часть параграфа, то есть вот она. Далее элемент span, текст внутри элемента span — следующий уровень разбора, текст, который идет внутри параграфа. То есть вот здесь он должен быть закрыт. Соответственно, когда браузер разбирает элементы, которые встречаются на странице, он представляет их соответствующими типами. Типы, ну вот в терминологии JavaScript. В качестве типов, ну прежде всего это нод, есть типы документ, HTML документ, ну и самое интересное для нас — это элемент. И элементы могут быть уже представлены элементами разметки, то есть конкретными элементами разметки, которые у нас встречаются. Через дом-модель вы можете получить управление любым элементом документа. То есть полностью весь документ вам доступен. Как работать? Есть соответствующие свойства и есть соответствующие методы. Ну и среди простейших свойств этого элемента или типа нод у нас есть два свойства. Это child nodes и children. Значит, это коллекция дочерних узлов, включая текст, то есть ровно так, как это было представлено на предыдущем слайде, то есть разбивка по всем типам, по всем конкретным типам, и вот на дереве, верну этот слайд, представление отдельно содержимого текста, содержимого параграфа, например, как текст, вложенные элементы, отдельный текст, не просто связанный текст, а все разбито на отдельные фрагментики. Так вот, child nodes как раз и дается нам возможность получить ко всем элементам доступ, которые есть на странице, включая комментарии, включая текстовые узлы, включая спецразметку. Есть упрощенный элемент, это children, который дает только элементы разметки. Покажу чуть позже. Кроме того, есть методы типа first child, last child, то есть получить первый вложенный элемент или первый дочерний элемент данного элемента, получить последний элемент. Функции, которые называются next sibling или previous sibling, это функции, которые позволяют перемещаться по одному уровню. То есть, если у нас есть узел, например, вот этот h1, то next sibling для него это элемент параграф. То есть элементы одного и того же уровня. Ну, в переводе на русский язык, это братья и сестры. Кроме того, вы можете добавить, удалить, заменить элементы, либо вставить перед каким-то элементом еще. То есть, когда вы получаете управление, вы получаете объект конкретного узла, вы можете добавить, удалить и заменить любые элементы, которые находятся внутри него. Кроме того, вы можете обращаться по имени, например, через body. Другой способ заключается в том, что вы можете обратиться ко всем элементам через, например, тегнейм, класснейм или айди. Здесь обратите внимание. Первые два метода называются getElementos byTegName или класснейм. Элементы во множественном числе. То есть, s на конце. Почему во множественном числе? Да потому что элементов с одинаковым именем тега может быть много. Именно поэтому этот метод возвращает массив. То же самое касается класса. Элементов с классом, с одним и тем же классом, может быть много. В случае же getElementById мы имеем только один элемент с этим идентификатором. Но это следствие того, что идентификатор требует наличия только одного элемента с этим идентификатором. Иначе он не будет являться идентификатором. Значит, если мы хотим найти таблицу, например, ищем byTegNameTable, мы находим массив таблиц. И хотим обратиться к первой из них. Ну, конечно же, надо проверять, а нашли ли мы вообще что-то. Допустим, мы знаем, что мы точно найдем. Обращаемся просто по индексу 0. Мы получим первую таблицу. Далее мы можем управлять свойствами этой таблицы. Ну, в втором случае мы имеем конкретный параграф с конкретным идентификатором, и мы можем найти его по конкретному идентификатору. Все ли здесь ясно? То есть, еще раз коротко. У нас есть возможность пробежаться по коллекциям соответствующим элементам, и мы можем просто перечислить эти элементы и посмотреть, что нам с ними сделать. Либо мы можем выборочно найти по условию те элементы, которые нам нужны. Добавление узлов. Ну, если вы хотите добавить просто на страницу, доступ к странице — это документ. Значит, простейший вариант document.write я вам уже продемонстрировал несколько раз. То есть, в том месте, где мы вызываем этот метод document.write, происходит печать на экран. Если же мы хотим создать какой-либо элемент, мы можем создать его безадресно, то есть он не привязан сейчас никуда, мы его должны потом куда-то вставить. Но тем не менее, создание элемента, например, create-элемент с именем table, будет создан элемент таблицы. После чего мы можем управлять стилями этой таблицы, мы можем добавить в нее новые строки или колонки. Но с другой стороны, мы можем воспользоваться строковой инициализацией. То есть, есть свойство, которое называется innerHTML, и мы можем присвоить этому свойству готовую строку разметки HTML. То есть, казалось бы, это удобно. Вы вставляете сразу готовый кусок разметки, и у вас, поскольку таблица здесь уже есть, вставляем table.raw, table.head, table.head, то есть видим, что у нас вставлена строка с тремя колонками. Раз, два, три. Чем хорош второй метод? Он хорош тем, что вам не надо писать много кода, вы вставляете сразу фрагмент разметки, и он интерпретируется браузером. Чем он плох? Плох он тем, что браузеру нужно гораздо больше времени на анализы, на разборы этой строки, чем просто на вставку соответствующих элементов, если вы ему говорите, что надо сделать. То есть, вызывая соответствующие методы и склеивая эти элементы алгоритмически, вы облегчаете работу браузера. Как следствие, если эта строка будет выполняться несколько сот раз в секунду, не факт, что браузер успеет ее обработать несколько сот раз в секунду. То есть, если это делается раз в секунду, этот вариант годится. Если этот код выполняется часто, он может начать тормозить выполнение вашего веб-приложения. В зависимости от того, насколько критична к скорости, насколько критична, опять же, к читаемости кода, вы выбираете либо первый, либо второй вариант, либо используете готовые выражения HTML, либо создаете элементики при помощи соответствующих методов. Дальше. Рассмотрим пример сортировки. Пример взятый с той же книги Фленгена. И вот на ней как раз мы можем посмотреть, что представляет собой дом модели, как она представляется в браузере. Здесь мы можем видеть, что у нас есть анодрит лист с идентификатором лист. И вот он, лист этот представлен. Лист содержит числа, которые написаны словами. В чем заключается идея сортировки? Идея сортировки заключается в том, что мы хотим отсортировать просто по алфавиту. Ну и, соответственно, есть у нас кнопка, по нажатию на которую мы выполняем сортировку. Сама программа выглядит следующим образом. Метод sortKids, соответственно, аргумент. Мы проверяем, что мы получили в качестве аргумента, и мы ожидаем идентификатор. Далее мы создаем пустой массив. Мы получаем первый элемент потомок. То есть мы вообще-то как вызываем? Мы вызываем для идентификатора анодрит лист. И мы хотим пробежаться по всем лист-айтам, которые включены внутри него. Мы получаем первый лист-айтам и бежим по next-сиблин до всех элементиков такого типа. Поскольку мы используем такую схему, как FirstChild это массив или коллекция ChildNodes, нам надо проверять, какого оно типа. Иначе мы отдельно получим переводы строк, как текст, который был туда вставлен. Отдельно можем получить комментарии и прочее. Значит, мы проверяем тип. И только если тип единичка, то есть элемент нод, в этом случае мы добавляем этот элемент в новый массив. Сортировка JavaScript предусмотрена самим языком. То есть есть метод у массива, который называется sort. Все, что вам нужно сделать, это вставить этому методу sort в функцию сортировки. То есть функция сортировки сравнивает два значения. Здесь мы видим, что она возвращает минус один, если первое значение меньше второго, плюс один, если больше второго, и если они равны, она возвращает ноль. Одна функция, которая возначает три значения, то есть сразу меньше, равно или больше. Значит, теперь как оно выглядит в браузере. Открываю пример в браузере. Нас интересует sort. Так, sort, у которого есть соответствующие кнопки. Ставим точку остановки. Ну, например, вот сюда. То есть программа у нас слева. Мы нажимаем кнопку сортировать по алфавиту, активируем выполнение данной программы и получаем, попадаем внутрь этой функции. Что мы здесь можем посмотреть? Ну, из полезных вещей, которые нам здесь нужны. Мы можем посмотреть всегда структуру. То есть для любой переменной мы можем посмотреть, какое у нее есть значение. И если мы говорим об элементах, например, мы наводим на какой-нибудь элемент E. Ну, допустим, войдем внутрь. У нас есть X. Давайте смотреть лучше здесь. То есть X это некий объект, у которого есть свойства. Причем, обратите внимание, у всех элементов, к которым мы проходим, есть свойства child notes и есть свойства chiller. Например, если мы посмотрим для элемента E, то есть это наш список unordered list, здесь бы я хотел показать разницу между массивами child notes и chiller. Обратите внимание, child notes, с чего начинается первое? Оно начинается с текста. То есть почему оно с текста начинается? Да потому что у нас вот здесь в теле программы были, во-первых, комментарии, во-вторых, у нас были переводы строк. То есть у нас здесь не просто так, у нас здесь стоит перевод строки. Значит, все это отразилось у нас здесь. Соответственно, если мы хотим анализировать, мы должны проверять, какого типа у нас элементы. И вот он, node type. Node type у нас в данном случае 1. Если мы посмотрим, например, для комментария node type, node type 8. То есть, когда вы используете child notes, вы получаете коллекцию всех абсолютно элементов разбора, включая служебные элементы. Если вы хотите получить только элементы разметки, то в помощь вам есть массив, который называется, или коллекция, правильнее говорить, который называется children. Вот коллекция children даст нам ровно те элементы разметки, которые здесь у нас встречаются. Так, возвращаюсь обратно. Вот коллекция children. Дальше. По большому счету мы можем получить полное дерево разбора. Мы можем, например, global пространство, получить все свойства, которые доступны браузеру. Так, мы ищем документ. То есть, документ – это точка входа для нашей страницы вообще. Здесь же мы можем найти Windows, Navigation, проще, History. То есть, к чему я это показываю? Я показываю это к тому, что, используя документ Object Model, вы можете управлять всей страницей, вы можете получить доступ ко всем свойствам, ко всем элементам, вы можете переопределить стили внутри этих элементов. Допустим, я по шагам здесь запущу дальше. То есть, массив, вот он выбирается. Ну, сделаю ускорение небольшое. Я получил массив. Kids, видите, содержит только те элементы, которые нам нужны. Сейчас они пока содержат текст, вот так, как он был указан изначально. Так, атрибут текст. Не вижу текст. Текст. Он здесь вставлен как отдельный текст. И помещен куда-то сюда, вглубь. Значит, дальше сортируем результаты и добавляем его в исходный массив, в исходный список. И вы видите, что у нас уже здесь пошло перезаполнение. То есть, мы добавляем, в общем-то, и те же самые узлы, поскольку мы их добавляем здесь, наверное, обратили внимание, что у нас нигде не было очистки этой коллекции. То есть, при добавлении заново, они просто перезаписываются на новых позициях. И, соответственно, после того, как мы это выполнили, мы получили результат, который у нас отсортирован по алфавиту. То есть, в предыдущий раз они были отсортированы по значению этих слов, которые они определяли. Сейчас у нас сортировка по алфавиту. Дальше. Естественно, если мы говорим о JavaScript, если мы говорим об управлении нашей страницы, нам нужны события. У нас есть определенные события, которые говорят о том, что нам надо активировать выполнение программы. В самом простейшем случае программа на JavaScript выполняется сразу автоматически по мере загрузки страницы. Но нас интересует вообще-то не просто выполнение кода, как такового. А нас интересуют конкретные моменты. Например, синхронизированные с нажатием на какую-то кнопку, с наведением мыши где-то. Ну и, в общем-то, не абстрактные события, а события, которые связаны с действиями конкретного пользователя. Как можем зарегистрировать события? Простейший вариант – события регистрации через атрибут в элементе разметки. К большинству элементов разметки мы можем присоединить соответствующие события. Пишем просто элемент, например, onClick на нажатие конкретного элемента выполнить метод на JavaScript. Более прогрессивный вариант – это присоединить свойство, которое называется onClick, к какому-то элементу в коде JavaScript. Ну и еще более прогрессивный вариант – это eventListener. То есть последний метод, чем он отличается от двух предыдущих? Первый плох тем, что мы жестко вшиваем обработку кода, мы жестко вшиваем JavaScript в текст разметки. Во втором случае – лучше. Но проблема заключается в том, что с точки зрения современного программирования на один и тот же элемент разметки может быть присоединено несколько обработчиков. Так вот, схема первая или вторая исключает возможность присоединить, ну, по крайней мере, простым способом несколько обработчиков. Если вы хотите это сделать, вы должны тогда сами делать цепочку обработки. Вариант addEventListener – это вариант, когда мы можем назначить на один и тот же элемент множество обработчиков одного и того же события. То есть имя события мы указали, здесь мы указали имя функции, которую мы хотим добавить. Ну, вот рассмотрим простой пример. То есть мы хотим сделать так, чтобы у нас при наведении на конкретный параграф происходило изменение цвета. Если мы мышью выводим за пределы, цвет опять меняется. Если мы нажимаем, то, например, печатаем содержимое. Этот пример мы рассмотрим сейчас в коде. Ну, допустим, параграф 5, 5. Значит, смотрите, есть страница, то есть часть параграфов, ну, точнее сказать, все параграфы реагируют на нажатие, но часть из них реагирует на наведение мыши. То есть событие. Мышь оказалась на элементе, мышь оказалась за пределами элемента. Значит, с точки зрения кода, как это выглядит? Это выглядит очень просто. У нас есть события, которые привязаны. Вот они называются onClick. Мы можем onClick поставить. Внутри onClick вызывается print элемент. И, соответственно, мы можем поставить точку остановы и посмотреть, что же у нас вызывается. Вот у нас элемент, элемент параграф. Ну, и для этого элемента здесь код, который выполняется, он очень прост. Мы просто получаем значение из этого элемента, и мы ищем позиции result. То есть мы используем такую схему. У нас есть соответствующий блок div с идентификатором result, который мы находим. То есть для того, чтобы вывести результат, вот у нас результат представляется в нижней части, мы просто ищем элемент с нужным идентификатором и используем его для наполнения. Причем вставляем мы в него с простой схемой innerHTML. Мы просто формируем HTML строку. Ну, будем считать, что это не критичная к скорости часть. В общем-то, то же самое мы можем посмотреть по событиям наведения мыши. Вот мышь я навел, сработала mouseAW. Но мышь отлаживать очень неудобно, поэтому вот она сработала, но второе событие не сработало, потому что оно было в режиме отладки. И второй раз у меня сработала mouseAW. То есть первое событие on mouseAW, то есть мышиный указатель оказался над данным элементом. MouseAW над ним, mouseAW за пределами этого элемента. Просто меняем стиль. Ну и, собственно, реализация. Стиль меняем очень просто. У каждого элемента есть стиль. Что такое стиль? Мы рассматривали в предыдущей лекции, то есть в стиле CSS. Все то, что доступно в CSS, доступно здесь, но через соответствующие свойства. Мы можем поменять, например, фоновые цветы. То, что вы видели, как раз это смена фонового цвета. То есть если мы навели мышь, он должен стать зеленым. BackgroundColor – yellow. Если мы вывели мышь, значит, BackgroundColor возвращаем так, наоборот. Значит, если AWA, то Green, если вывели, то Yellow. Какие еще нам интересны события? Нам интересны события, которые сигнализируют о том, что у нас страница загружена полностью. Это событие называется Unload. То есть почему это важно? Ну, потому что браузер всегда выполняет последовательно по мере загрузки кода весь код, который он загрузил. Проблема заключается в том, что ваш код JavaScript может быть размазан по нескольким файлам. Тогда вы не знаете, в какой последовательности на странице это будет подгружено. Потому что вы зависите от сетевых задержек. Вы не знаете точно, как они будут загружены. Но вам нужен конкретный момент. Вам нужно запустить ваш код тогда, когда будет загружен весь код JavaScript. Для этого есть событие Unload. Ну, строго говоря, событие Unload может быть применено для страницы целиком. И оно также может быть применено к некоторым из элементов разметки. Не ко всем, только к некоторым. Более подробно можете посмотреть по этой ссылке. Говоря о странице. Самый простейший вариант. Вы добавляете событие Unload с именем функции в элемент body. То есть когда страница полностью загружена, активируется эта функция, но не раньше. Вариант второй. Код на JavaScript уже начинает выполняться. Вы можете зарегистрировать обработчик через динамическое свойство Unload. То есть Window — это свойство, которое указывает на текущее окно. Unload вы можете указать в форме функционального литерала тот код, который должен быть выполнен после того, как активирована вся страница. После того, как код загружен, страница готова для выполнения. И еще один вариант — это добавить обработчик в цепочку других обработчиков, лисенеров. То есть AddEventListener — это рекомендованный подход для современного JavaScript с тем, чтобы не конфликтовать с другими библиотеками, потому что библиотек может быть много. Ну и подводя модуль с событиями, надо отметить, что вот этих событий вообще-то довольно много. То есть они разбиты в соответствии с моделью DOM2 и DOM3 на нескольких групп или модулей. То есть HTML Events — события в целом, Mouse Events — события, которые относятся к конкретно мыши, User Interface Events — соответственно, то, что порождает интерфейс пользователя, ну и Mutation Events — это изменение структуры. То есть полный список, опять же, смотрите в документации, этот список каждый год меняется в сторону увеличения, как правило. Среди этих событий вы можете найти очень много полезных событий, которые позволяют вам контролировать любые изменения на странице. Ну, естественно, вы используете абсолютный минимум, который вам нужен. Тем не менее, есть достаточно много вариантов. И теперь мы плавно перешли к библиотекам на JavaScript. Значит, естественно, если вы пишете на JavaScript, если вы пишете клиентские интерфейсы, у вас есть альтернатива — либо писать на чистом JavaScript, либо использовать готовые библиотеки. Библиотеки, о которых я сейчас буду говорить, они нужны скорее с точки зрения истории. Дело все в том, что первая из них — jQuery — это библиотека, которую все меньше и меньше сейчас используют, но если вы не знаете эту библиотеку, то люди, которые занимаются веб-разработкой, вас не поймут. То есть как минимум вы должны знать, что такое jQuery, вы должны уметь писать простейшие запросы при помощи jQuery. Вторая библиотека — Dojo. Она приводится здесь как пример примерно того же возраста библиотеки, как и jQuery, но создана она была для совершенно других целей. jQuery была создана как библиотека, упрощающая доступ к элементам и ее синтаксис, основанная на селекторах CSS. Эта библиотека предназначена прежде всего для упрощения манипулирования элементами. Имеются соответствующие модули для создания интерактивных интерфейсов, интерактивных элементов, но эта библиотека легковесная. Библиотека Dojo в противовес jQuery сразу же была создана как универсальная библиотека для решения большинства задач создания интерфейсов и по сути создания веб-интерфейсов, похожих на интерфейсы настольных приложений. Ну и коротко мы рассмотрим сейчас особенности этих библиотек. Говоря о JavaScript, его jQuery. jQuery, признаком jQuery является функция, которая называется доллар. Дело все в том, что JavaScript позволяет называть функцию как функция доллар. И этот доллар сейчас по сути захвачен jQuery. То же самое эквивалентное, это функция, которая называется jQuery. Используется синтаксис селекторов CSS. То есть зачем это было нужно? Это было сделано для того, чтобы упростить процесс написания кода. То есть все программисты умеют пользоваться стилями, знают, как писать стили. И этот язык стилей можно чуть-чуть расширить и использовать в этой библиотеке. Собственно, что они и сделали. Здесь сделана удобная регистрация событий, асинхронное программирование, много визуальных эффектов и много дополнительных модулей. По тем ссылкам, которые здесь приводятся, вы можете посмотреть более подробные примеры. Один из примеров декларативного программирования при помощи jQuery представлен на этом слайде. Мы видим таблицу. И в этой таблице, допустим, мы хотим перекрасить строки. Пример не очень новый, поэтому говорю честно. Сейчас это можно сделать при помощи современной CSS, но некоторое время назад CSS не обладала такими возможностями, поэтому надо было программировать. Для того, чтобы запрограммировать изменение цвета четных и нечетных строк, писать нам достаточно много кода. В данном случае мы используем jQuery и мы пишем, что найти нам только строки, которые являются четными, и для всех этих найденных строк применить стиль CSS вот такой. То есть вот оно, выражение на jQuery. Найти и пробежаться по каждому. Коротко, компактно и понятно. Значит, причина, почему jQuery сейчас все меньше и меньше используется, заключается на самом деле в том, что в других современных библиотеках эти возможности реализованы по-своему. Пример, который я вам показывал до этого с ассоциированием с определенными параграфами событий на нажатие, события наведения мыши и выхода за пределы, здесь выглядит гораздо проще. То есть две части. Это часть декларативная и часть назначения обработчиков. В jQuery событие загрузки страницы выглядит как ready. То есть после того, как сработал метод ready, передается управление в функцию, после чего мы говорим, что для всех параграфов, которые находятся внутри элементов div с классом текст, выполнить назначение события mouseAwe, mouseAwe и клик. Обратите внимание на компактность записи. То есть, во-первых, мы нашли нужные нам элементы, во-вторых, просто цепочкой через точки мы присоединили соответствующие свойства этим элементам. Ну, с точки зрения кода, конечно же, здесь это сделано просто как реализация соответствующих методов mouseAwe, 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 клик, которые возвращают результатам своего выполнения ссылку на тот же самый объект, который у нас был в самом начале. Именно поэтому мы можем через цепочки писать. Но тем не менее, программа намного компактнее. Весь код сконцентрирован, он не размазан. Значит, среди визуальных эффектов. У jQuery очень много визуальных эффектов. И такой пример можно показать, например, здесь. Откроем файл с визуальным эффектом сортировки. Так, это нам не нужно. Вроде бы обычный лист item. Теперь обратите внимание, что мы делаем. Берем и делаем перетаскивание мышью элементиков, которые находятся внутри этого списка. Значит, с точки зрения программирования, здесь большой объем кода надо написать для того, чтобы это сделать. С точки зрения использования готового компонента jQuery, все, что нам нужно, это указать класс. Нам надо подключить соответствующие компоненты jQuery. И нам надо применить функцию, которая говорит, что элементы с идентификаторами sortable, сделать sortable. И disable selection – это исключить возможность выделить их все вместе. Ну, по причине того, что нам нужно сделать фиксирование мышью. То есть, мы нажали на какой-либо из элементов, нам нужно не выделить текст, а нам надо перетащить этот элемент. Поэтому мы делаем disable selection. Все остальное скрыто внутри библиотеки. То есть, в общем-то, этим и объясняется популярность jQuery. То есть, из-за того, что достаточно легко использовать сторонние библиотеки, вы можете таким образом ассоциировать и подключать только то, что вам нужно. Дополнительные ссылки по jQuery здесь приведены на слайде. Рекомендую посмотреть, как выглядят визуальные эффекты, просто для того, чтобы, по крайней мере, понимать, что можно делать при помощи jQuery. Следующая библиотека, о которой скажу несколько слов, это библиотека Doge. Когда-то, примерно 10 лет назад, эта библиотека была достаточно многообещающей. То есть, это была открытая библиотека, которая изначально позиционировала себя как полноценная библиотека для написания интерфейсов. То есть, по сложности она позволяет описать достаточно сложные графические интерфейсы, и она была поддержана в разработке большим количеством коммерческих компаний. Она была изначально модульная, и ее структура была гораздо более продуманной, чем в случае jQuery. Потому что в jQuery есть ядро, и есть большое количество разрозненных компонентов. Все же компоненты были продуманы. В настоящее время есть две параллельные версии. Версия первая и версия вторая, которая до сих пор еще не вышла из стадии тестирования. За эти годы изменились требования к устройствам. Проблема заключается в том, что устройства, которые, например, этот ноутбук, или настольный компьютер, или вот это устройство, требования разные. То есть, требования разные к верстке, к расположению элементов, в зависимости от того, горизонтальная или вертикальная компоновка, у вас веб-приложение должно уметь перестраиваться. Старые библиотеки, как правило, были рассчитаны на обычные настольные компьютеры, потому что не было мобильных устройств, которые позволяют это читать. То есть, мобильным устройствам, напоминаю, что порядка 10 лет, айфону, они до этого были, конечно, но они не были популярны. Сейчас у нас больше половины потребителей веб-приложений – это мобильные потребители. Либо с планшетов, либо с различных смартфонов. Значит, требования для современных библиотек – это возможность перекомпоновывать. Ну, до же версии второй эти требования уже учтены, но она никак не выйдет из стадии тестирования, потому что несколько потерялись разработчики. Чем она нам была интересна как библиотека? С точки зрения кода, кода чуть больше, чем в случае jQuery. Здесь тоже есть форма селекторов для поиска соответствующих элементов, но надо уже использовать явные методы, типа forEach. С одной стороны, это хорошо, потому что код явный. То есть, пройти для каждого, в случае jQuery, там просто стоит абстрактная точка, и вы не знаете, что там. Здесь явно написано, что надо делать. Дальше. Мы получили элементик. Вот для каждого элементика мы назначаем динамическое событие функции обработчик. Вот они все три. То есть, конечно, код более громоздкий, ну, в какой-то степени он более понятный. Можно создавать на основе разметки идеи так называемых виджетов. То есть, чем отличалась Dojo? Если мы работали в jQuery, мы создавали просто какие-то элементы. Как правило, мы их привязывали к элементам разметки. Здесь мы можем к элементу разметки привязать какой-либо шаблон, либо мы можем создать динамический элемент. Идеи виджетов. То есть, один элемент — это виджет. Внутри него мы можем что-то поместить. Значит, в этой схеме мы указываем атрибут, который называется DojoType. Он заставит вывести, заставит отрисовать этот элемент так, как знает Dojo. То есть, мы также подключили библиотеку Dojo. Мы подключили те компоненты, которые нам нужны. Вот пример виджет HelloWorld. То есть, видимо, это окошко. Button — это кнопка. Ну и дальше выполняем код, который нам делает ту логику, которая нам нужна. Также мы можем создать, например, чисто вызывая соответствующие методы, через createWidget, из описания в формате объекта мы создадим элементы разметки. Помним, что JavaScript, вообще-то, и дом-модель позволяет создавать любые элементы. То есть, здесь единственное, что сделано, это облегчена возможность создания этих виджетов за счет того, что унифицирована процедура создания типовых виджетов. Этих типовых виджетов достаточно много. Как следствие, если мы, допустим, назначаем через элемент div место, куда помещается виджет, то вот этот код у нас создаст виджет, содержащий кнопку и содержащий заголовок. То есть, в целом, это равносильно тому, что у нас было вот в этом случае. Здесь у нас было задано разметкой. С двумя вложенными виджетами. Ну и, естественно, у нас есть возможность использовать объект, заданный в форме объекта, как объектный литерал, и просто скормить это Dojo с тем, чтобы она создала нужную структуру. И надо сказать, что вот этот подход Dojo, он используется в том числе во многих современных библиотеках. Поэтому, несмотря на то, что на Dojo вероятность того, что вы будете писать сами, она уже невелика, хотя все зависит от того, что будет со второй версией Dojo. Вполне возможно, что она и будет популярной. Но этот подход, он растиражирован в других библиотеках. Конкретно по библиотеке Dojo вы можете посмотреть по этим ссылкам. И здесь также надо отметить, что есть программный продукт. Когда-то он был условно бесплатный, сейчас он платный. Интересен он был тем, что вы могли в визуальном режиме, если вы знаете программирование, например, на Delphi, вы могли традиционно, ну или, к примеру, C-Sharp, в Web Forms, возможность скомпоновать готовую форму из красивых компонентиков. То есть вы просто тащите на соответствующий холст типовые элементы управления. Так вот, идея этого продукта WaveMaker заключалась и заключается в том, просто раньше он был доступен, но сейчас за него надо платить деньги, в том, что вы просто-напросто делаете визуальную форму, после чего нажимаете кнопку сгенерировать шаблон, и у вас на выходе получается код на Dojo. Код на Dojo, который в точности воссоздав ваш интерфейс. То есть именно поэтому она была интересна. Вы можете сделать сложное приложение, сложное веб-приложение, которое выглядит как обычное настольное приложение, но затраты и ваши усилия вообще-то невелики. Кидаете, нажимаете сгенерируйте, у вас готовый код. Что надо сказать по поводу JavaScript-библиотек еще? Отметим, что вообще-то эти библиотеки, которые я перечислил, уже относят к устаревшим, потому что сейчас есть большое количество прочих библиотек. Как я уже упомянул, сейчас JavaScript похож на, скорее, сообщество, в котором каждый год происходит революция. Причем каждый год там революция как со стороны клиентского программирования, так и со стороны серверного программирования. Сейчас сложно сказать, что является самым надежным, например, средством для написания клиентских интерфейсов. В общем-то, никакой единой рекомендации нет. Можно выделить просто группу библиотек, которые являются наиболее популярными. Конкретно вы выбираете сами, что вам нужно под данный конкретный случай. Обзор вы можете посмотреть на ToDoMVC. Это очень полезный сайт, где представлен обзор уже, по-моему, там больше, чем сотни различных библиотек. Из библиотек, например, популярные AngularJS. Это библиотека, которая поддержана компанией Google. React поддержан компанией Facebook. Они конкурируют с точки зрения идеологии разработки. Vue.js – это легковесная библиотека. В принципе, если вы начинаете полноценную разработку и изучаете средства разработки, то Vue.js – это одна из тех простеньких библиотек, которые вы можете легко освоить и получить красивые результаты, в общем-то, без очень глубоких усилий. Потому что AngularJS и React требуют определенного понимания. Ember.js – также облегченная библиотека. Backbone.js – это библиотека, которая поддержана Facebook, но сейчас она относится к устаревшим, ну и прочее. Этих библиотек очень и очень много. И проблема у себя в том, что никто вам не скажет, какая библиотека самая надежная на этот год. То есть они конкурируют друг с другом, и при разработке вам нужно поддерживать. Если вы серьезно спланируете заниматься JavaScript разработкой, то вам надо изучать несколько из них. Тем не менее, Vue.js – это одна из простых библиотек для освоения. То, что касается библиотек, библиотек, ориентированных на графический интерфейс, их также очень много. Прежде всего, я бы хотел показать Bootstrap. Что такое Bootstrap? Допустим, getbootstrap.com, по-моему, org.com, getbootstrap, с двумя, о. Bootstrap – это одна из популярных библиотек, которую почти наверняка видели в большом количестве сайтов. Что она позволяет делать? Она позволяет отобразить типовые элементы не просто с использованием облегченной разметки, то есть она написана на JavaScript, и она применяет стандартные стили. Здесь вы можете посмотреть, как она выглядит. Почти наверняка вы узнаете сейчас типовые сайты, которые вам уже встречались неоднократно. То есть библиотека Bootstrap позволяет быстро скомпоновать на основе разметки красиво выглядящий сайт. Когда-то разработана компанией Twitter. Так, нас интересуют темы, не темы, нас интересуют примеры. Я почти уверен, что вы увидели вот такие элементы разметки. То есть красиво оформленные, типовое меню, типовые блоки с типовыми скругленными углами, типовое цветовое оформление. То есть при помощи Bootstrap вы можете получить простое красивое оформление, просто-напросто используя разметку и применяя соответствующие декларативные средства от Bootstrap. То есть не являясь дизайнером как таковым, вы можете создавать привлекательные интерфейсы. Прочие библиотеки, скорее, это конкретные случаи для конкретных предметных областей. То есть Bootstrap как универсальный, остальные надо смотреть, для чего они рекомендуются и в каких конкретных случаях их следует использовать. Кроме того, в современной JavaScript разработке есть средства для управления пакетами и зависимостями. То есть поскольку большое количество библиотек, у нас есть большой риск перепутать эти библиотеки. Из крупных пакетов есть пакет NPM, то есть для, прежде всего, серверных средств, для Node.js. Bower отличается тем, что этот менеджер пакетов не позволяет вам притащить на клиентскую сторону несколько версий, ну, допустим, той же самой jQuery. Webpack, картинка, иллюстрирующая Webpack, показана здесь. Значит, что он позволяет сделать? Вы можете не заботиться о компоновке результирующей страницы, вы разбиваете ваши модули так, как вам это нужно. У вас ваша страница может состоять из большого количества JavaScript страниц. Она может включать в себя в том числе различные прикомпилируемые стили и прочее. И задачу компоновки вот этого всего в целом вы можете возложить на Webpack. Webpack результатом соберет один-единственный файл JavaScript, один-единственный CSS, те ссылки, которые вам нужны, и все это будет отображено на странице браузера. Один из вопросов, который был в самом начале лекции, относительно того, как скрыть код на JavaScript. Так вот, есть процедура, которая называется процедура обфускации. То есть процедура сделать код нечитаемым. То есть поскольку браузер должен загрузить код как текст, полностью сделать невоспроизводимым, мы не можем, но мы можем затруднить анализ этого кода. Например, мы можем вместо осмысленных имен переменных и осмысленных имен функций заменить это все как функции f1, f2, f3, f4, переменные v1, v2, v3 и так далее. Значит, если вы не знаете реального смысла этих переменных, вам будет сложно понять, что делает программа. То есть, естественно, там нарушается форматирование, естественно, сжимается, минимизируется, и вы получаете код программы, который корректно интерпретируется браузером, но в этом случае сложно понять, что там делается. То есть только если вам действительно очень нужно понять эту логику. Вы можете восстановить, вы можете прочитать, но вам будет сложно это понять. Но, к сожалению, более серьезных способов защиты JavaScript сейчас нет. Из рекомендованных книг, в общем-то, каких-то конкретных здесь, ну, кроме разве что Flanagan для ознакомления, я назвать не могу. Здесь следует отметить, что, опять же, прежде всего смотрите документацию онлайн. Это девелопер Mozilla и v3 schools, соответствующие разделы, посвященные программированию на JavaScript. Если вы будете глубоко заниматься программированием на JavaScript, то, естественно, вам придется глубоко освоить все эти средства, которые там есть. Книги по JavaScript, они достаточно толстые. То есть, ну, объем примерно, вы можете видеть, это книги уже несколько устаревшие. После появления JavaScript шестой версии, после появления большого количества библиотек, вам придется осваивать каждую библиотеку независимо. Но делать это имеет смысл только в том случае, если вы хотите и видите себя в качестве программиста веб-интерфейса и программирования именно со стороны браузера. Итак, на сегодня лекция закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить. Субтитры создавал DimaTorzok